Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Конгресс армян Западной Армении. 10 июля 1841 года. Поджог турков армянского района Смирны. Нет альтернативы переговорам по Нагорному Карабаху. Подробности со встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Владимир Путин встретился с Бениамином Нетаньяху. Тайная книга крестоносцев. Что скрывается в портах Кирикийской Армении? Пункт 7. Декларация ООН о правах коренных народов. Хорошие привычки и извлеченные уроки. Диалог со специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов, с председателем Организации Объединенных Наций, попечителем Целевого фонда ООН для коренных народов, Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитетом по правам человека. Западная Армения желает обратить свое особое внимание на четвертую статью декларации. Коренные народы имеют право быть автономными в осуществлении своего права на самоопределение и самостоятельно вести свои внутренние и местные дела для финансирования своей автономной деятельности. На основании этой статьи декларация Национального совета Западной Армении и указ Российской Федерации о признании права на самоопределение армян Западной Армении в той мере, в какой он принят в тот же день, что и независимость Финляндии от России. Поэтому в этом году мы отмечаем столетие. В 2014 году Западная Армения приняла решение организовать выборы 64 парламентариев законодательной власти Западной Армении. С полной версией выступления вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала «Западной Армении». 10 июля 1841 года турки подожгли армянский район в городе Смирна. На западном побережье Османской империи портовый город был одним из самых ярких центров международной торговли в свое время. Своей значимостью и масштабом он уступал только Константинополю. И статистика 1841 года показывает, что примерно 43% из 200-тысячного населения Смирны были турецкими или тюркскими. Более 45% населения составляли греки и армяне. Хотя в современной армянской историографии постоянно упоминается, что пожар Смирны 10 июля 1841 года как жестокое преступление турок против армянского района. Тем не менее, среди разбросанного по всему миру армян невозможно найти полноценную информацию или же литературу о преступлениях, совершенных против армянского народа. Полная версия статьи представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». 11 июля министр иностранных дел Армении Зограб Манацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедиаров встретились в Брюсселе, сообщает пресс-служба МИД. На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик. Зограб Манацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы и в этом контексте подчеркнул важность формирования атмосферы, способствующей миру укрепления взаимного доверия, шагам по снижению напряженности, непоколебимого соблюдения режима прекращения огня и отказа от агрессивной риторики. Он подчеркнул, что реалистичное и конструктивное участие всех сторон конфликта имеет первостепенное значение для эффективности усилий по достижению прочного мира. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху заявил, что отношения между странами развиваются весьма позитивно. «Это касается нашего взаимодействия не только в сфере экономики, это касается и взаимодействия в политической области. И между военными ведомствами отношения складываются на хорошем уровне. Это касается и гуманитарной сферы», — сказал Путин. Господин Нетаньяху отметил, что каждая его встреча с президентом Путиным дает возможность для повышения безопасности и доверия на Ближнем Востоке и в мире. По его словам, основное внимание израильских властей сконцентрировано на Сирии и иранском присутствии в этой стране. Премьер-министр пообещал, что Израиль будет строго пресекать любые попытки нарушить свою воздушную и сухопутную границу. Венецианский Марина Санутас пишет о 20 портах Киликии в своей тайной книге крестоносцев. Сегодня трудно найти места всех этих портов, но самые известные из них по-прежнему выделяются и отличаются своей мощью. Аяс — главный порт Киликии в Армении. Здесь посетителей сначала встречает морская крепость Аяса, которая и контролирует вход в гавань. Стена, защищающая город, спускается к морю и заканчивается башней, построенной на входе в порт. Авторы проекта «Это Армения» говорят, что в стенах есть камни круглой формы. Следующий выпуск программы рассказывает историю о том, как в гавани изготавливаются торговые и военные корабли. Башни в Аясе также использовали с этой целью. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Нино» в исполнении Сона Рубинян и Гарика Попоя. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!